Добрый день! В эфире Медиа Метрикс с программой Мимонод. Сегодня веду ее я, Евгений Додолев и Наталья Фадина. А в гостях у нас культовый маргинал отечественной богемы, основатель Ордена Куртуазных Манилистов, поэт с большой буквы Вадим Степанцов, который сюда пришел, как мне представляется, с единственной целью пропиарить свой субботний концерт. С этого, собственно, мы и начнем разговор. Что, где и когда? Москва, клуб Йота Спейс, улица Орджоникидзе, 11, по-моему, 8 вечером, начало. Приходите, будем рады. Расчетный счет номер? Нет, все просто, все по-рыночному. Билеты стоят какие-то смешные копейки, рублей 200, по-моему, что-то такое. Такая политика этого заведения. Для тех, кому лениво на танцполе, значит, балкон, вип-зона со вкусными всякими вкусностями. Но дело там не во вкусностях. Дело в том, что это очередная какая-то веха группы Бахкомпот, в которой я пляшу уже на протяжении 26, по-моему, лет с небольшим. Очередной альбом, очередной день рождения вашего покорного слуги. Ну, какой-то накануне мероприятия, насколько я понимаю. Ну, да, да, да. Да будет совпало. Да, да, да. Скажите, а чему посвящен новый альбом? Вы сказали, новая эпоха. Это что-то новое приносит в творчество вашей группы? Я не сказал новая эпоха. Ну, собственно, каждый альбом группы Бахкомпот, который раньше назывался Бахыткомпот, он как-то так по звуку отличался от предыдущих. Все время были какие-то эксперименты. А в этот раз мы решили окончательно из такого теплого аналогового звука с живыми барабанами и прочего уйти в какие-то такие, не то чтобы совсем электронные вещи, но мы приглашали на свои репетиции музыкантов, которые совмещают игру на музыкальных инструментах с экспериментами в области электронной музыки. И в результате вот этих репетиций, раздумий, обсасываний вот вышел альбом, который более танцевально-электронный, что ли, чем предыдущие. А стихийную музыку, как всегда, писали вы сами? Музыку пишут и писали Моцарт, Деницетт, Бокс-Кудо, Андрей Лойд-Вебер, да. А мы со Стас Юрием Лозой, со Стасом Михайловым, с Кинчевым, Константином Евгеньевичем. Мы три аккорда просто размещаем через какие-то там вычисленные промежутки. Назвать это музыкой, у меня язык не поворачивается, это музло. Давайте называть это честно, музло. А вот эти три аккорда и музло вы накладываете на свои стихотворения, чтобы прозвучать громче? У меня текст первоначален, да. Бывает так, что музыка настолько вставляет, что я пытаюсь на нее что-то накорябать, как, например, было в начале моей песнетворческой карьеры, когда я сотрудничал с группой «Браво». Правда, первый удачный опыт все равно был изначально поэтический. Анин написали, Хафтан написал музыку на текст «Король оранжевое лето». Все последующие истории уже были текстовками, да. Я уже под них писал, пока мне это не надоело. Я не ушел туда, на сцену. А коль мы опять вспомнили Юрия Лазу, так часто он у нас проплывает в эфире. Это просто мэм такой, да. Вот скажите, этот инструмент троллинга, который сегодня у нас идет как путь к сердцу слушателей через троллинг, вы этот инструмент используете? Ну, этот инструмент сознательно не использует никто. По-моему, ни Юрий Лаза, ни Игорь Николаев не использовали, да. Сейчас вот самые главные персонажи на поп-сцене – это Николай с пивной кружкой, выйдет за любовь, да, который, я не знаю, кто придумал этот образ – усы и пивная кружка. Но артисту сейчас просто не надо ни вкладываться ни в клипы, ни в телеэфиры, да, просто люди перепащивают уже много лет вот эту фотку. И Юрий Николаев, ой, Игорь Николаев, пардоните, на топе, да. Лаза тоже, так сказать, особо не троллил, да, он говорил на программе «Соль, что хотел». Ну, там, его подрежут, подрежут. Мне кажется, что он, может быть, сперва это вот вышло спонтанно, но потом он понял, какой эффект имеет такого рода поведение, брос, и уже его заявление про то, что там зефир и чмо, ну, я своими словами, и вот эти и прочие, по-моему, это уже осознанно. Ну, не, ну, возможно, да, но я Юрия Лазу помню с… Вы знакомы вообще первым? Да, мы знакомы, но я его помню еще, когда я был совсем таким литературным щенком, второкурсником Лит-Института, это был конец, даже середина 80-х, вот, и у нас был выезд в спортивный лагерь на зимние каникулы, где было много-много студентов МАИ, а тогда МАИ очень так бурлило, да, Маркин, там, этот диджей Минаев, самый первый советский диджей, ну, в общем, какая-то такая жизнь. И вот привезли они студентам МАИ, и нас там было человек пять инвалидов из Лит-Института, значит, звезду подпольную Юрия Лазуа, и он, значит, видимо, на тот момент вышел и взорвал магнито эфиры. Девочка сегодня в баре, ну, модный он был тогда, очень модный, взлетел. Я думаю, что для нового поколения про магнито эфиры надо пояснить, что именно это. Ну, про жир, про жир, да, тогда магнитоальбомы заменяли интернет и паблики ВКонтакте. Альбомы, это просто альбомы, 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 альбомы. Если альбом выходил, да, и пользовался успехом, он мгновенно разлетался, ну, путем перезаписывания на компакт-кассетах, вот, ну, как-то так, да. Так, и вот Юрий Лазар, значит, все ожидают концерта, что сейчас он, ну, он так иногда поет, а иногда звездит, то есть говорит. И говорит он какие-то пространные вещи, внятным, четко поставленным голосом, но порой совсем какие-то дебильные. Например, то, что в России всего лишь два, по большому счету, поэта, вернее, два с половиной. Ну, так, чуть-чуть Пушкин, значит, чуть-чуть, мега-мега, это Высоцкий, ну, и вот он, Юрий Лазар, значит, пришел на смену, и я тогда в осадок просто... Ну, это с алиментом Степа все произносит? Не, на голубом глазу. То есть он так и думает? Он, нет, я думаю, что он сейчас так не думает, это жизнь поаптистам, но тогда он так думал, и это чувствовалось, это было искренне. Вот, то есть заакидон вот этот, про там поп-звезд, англоязычные рок-н-ролльные эстрады, да, у него был тоже искренний. Ну, в общем, там, я особого криминала там не увидел, ну, да, ну, чего вот. Ну, просто это надо было разжевать, да, что самое, ну, да, так сказать, ну, не стоит, ну, зато как висит, то есть как бы рок-н-ролльщик не обязан играть хорошо на гитаре и попадать в ноты, как ранний Мик Джеггер, да, он там это мазал, ну, если послушать ранние альбомы, там вот все вот так, как у Юцови, впрочем. Но это не главное, не главное в жанре, да, так сказать, это главное в жанре, там, ну, на сцене Большого театра, да, в оперете хотя бы, но не в рок-н-ролле. Ну, вот как-то не понимаю, почему все крысились на Юрия Лазу, не знаю. Ну, а вы же тоже иногда троллицы, да, и того же Высоцкого, и Бродского. У меня тут даже есть выдержки. Да-да-да, и про Быкова. Нет, в семь лет, когда я начинал свои первые, у меня были рифмованные опыты, начинал свой путь поэтический. Я Пушкина троллил. Ну, давайте я это мне припомню. Что там Пушкин перед нами? Он в поэзии щенок. Перед нашими стихами он бы выстоять не мог. Бросил бы перо и лиру, и пошел себе по миру, чтобы времени терять и бумагу не марать. Ну, троллил, да. Понятное дело, Александр Сергеевич ответить не может, да. А персонажи, типа, упомянутого Натальи Дмитрия Львовича Быкова или Полоскова, они как-то реагируют, отвечают? Да, собственно, я их и не троллил особо. Ну, да. Заявление в нашей беседе, что Быков сменил ориентацию политического характера исключительно и меркантильных соображений, мне кажется, что... Нет, я не думаю, что это троллинг. Это домыслы. Это чисто домыслы по поводу бывшего коллеги по цеху. Вот и все. О смене политических взглядов. Вот в одном интервью вы говорили, что раньше ужаснулись бы от одной мысли о творческом альянсе с Кобзоном. Но сегодня вам Иосиф Давыдович представляется более рок-н-ролльным парнем, чем многие официальные рок-музыканты. То есть сегодня вот именно политические убеждения артиста влияют на то, как вы, как мы, зрители, будем к нему относиться? Не то, чтобы это так, да, но ситуация такова, что у нас почему-то принято топтать артистов за то, что они принимают ту или иную сторону. Там болотные майданы, допустим, или, значит, скрепы стабильности. Вот. Причем как бы ни у одного меломана здешнего не возникает желание там потоптать за то же самое Мадонну, Red Hot Chili Peppers или там Юту, допустим. То есть им положено и можно, да, так сказать, там носиться как с писаной торбой спусерает, потом бросать их там, ну как бы забывать, ну как бы с негритятами какими-то возиться голодными, потом забывать про этих негритят. Это святое. А вот когда там Макар поехал в Славянск только что занятый укровойсками, да, так сказать, петь, да, это в Раке все, что там не было, бойцы вот были там и бойцы АТОГа. Ну вот я боец АТОГа, а тут ко мне приехал Макар, да, так сказать, мне интересно. Я там взял контрамарочку и прошел. Ну как там. Вот. И так же точно, значит, надо топтать там какую-нибудь Чичерину, какую-нибудь Кобзону, ну и вашего покорного слугу. Почему, почему, значит, да, так сказать, россиянскому артисту нельзя иметь свою позицию? Мне кажется, что здесь все вот эти баталии, они происходят только вот в этой чашке Петри под названием Facebook и вообще в соцсетях, потому что на сборы это никак не влияет. Сколько про помянутого Андрея Вадимовича Макаревича там не писали, последующий за этим концерт юбилейной машины времени собрал тоже рекордное количество слушателей. Поэтому, мне кажется, что слушатель в целом разделяет творчество и позицию. Возможно, возможно, так и есть. Массовое, да. А вот в соцсетях, где мы все сидим, там вот поэтому поводы бухтят. Грамотно очень ушел товарищ Степанцов от ответа про Кобзон. И мы, мы, мы сейчас... Жень, ты не ушел, заговорился. Мы его туда снова загоняем. Насчет Иосиф Давыдовича. Что касаемо моего творческого альянса, то вряд ли это состоится при моей жизни. В целом случае, может быть, когда умру, там Иосиф Давыдович там вот споет старый Крым, старый Крым у наших ног. Ну, может, не споет, не знаю. Дай бог ему здоровья. Вот, а то, что Кобзон вот это самое, ну, как бы, не боится терять, не знаю, если есть у него недвижимость в шенгенской зоне, да, так сказать, ну, не боится санкций. А скажем, какой-нибудь такой русопят Константин Евгеньевич Кинчев, который русский от тайги до британских морей, там, значит, как у него там, и от тайги до степей бусурман, все это небо славян, да. Вот, а этот боится, значит, говорит о том, что Кобзон более рок-н-ролльный крендель, чем Кинчев. Мы не знаем мотивов, мы... Мотивы, по-моему, санкций Евгеньевич по этому поводу не высказывался. Ну, я, моя, я строю догадки. Вот, а всегда ли мы можем быть уверены, что люди из шоу-бизнеса и коллеги делают те или иные заявления, не важно какого характера, там, про майдановские или там, про кремлевские, совершенно искренне. Есть такое ощущение, что прям вот то, что там, не только помянутые персонажи, а вообще, что люди из цеха... Ну, есть такое, да, потому что те, кто осторожничает, те помалкивают в тряпочку, вот, как помалкивали и украинцы там в 14-м году еще, так и россиянцы, в общем, как-то так. А друзья были на Украине? Есть. Есть, и остались, да, и более того, вот... Этот альбом, который мы будем презентовать в субботу, он при помощи моих украинских друзей отчасти записан. Потому что до войны вот этой майданно-донбасской мы в основном писались на Украине, в городе Николаеве на студии Pan Sound. И сейчас как-то так виртуально работали над ним треком, но он, наверное, ключевой, называется Панк, а второе название я смотрю на курс евро. Там строчка опорная. Я в страшном сне представить не мог, что мне украинец не брат. Украинский наш продюсер, там уж не Андрей Николаевич усатый, который отнюдь не разделяет моих таких прокремлевско-запутинских закидонов, но он со мной сотрудничает и общается. И сейчас мы общаемся и продолжаем. Мне кажется, подставил ты его сейчас. Ничего подобного. Ничего подобного. Да нет, ну как бы. Он свое там хохлядское что-то месяц, я свое. Но мы не радикалы. Например, меня упрекают в том, что я с таким болотным оголтелым пиитом, революционером Всеволодом Емелиным, дружу, и мало того, что дружу, даже раз в полгода мы совместные чтения проводим, надо сказать, как так, а что, я говорю, мы же не Украина, мы договороспособная нация, мы Россия. Ну это нормально, я считаю. А вы в своем творчестве используете такие злободневные темы, а при этом позиционируете себя как андеграундную группу. Правильно я понимаю? Ну это не мы позиционируем, это жизнь позиционируем. Вы бы хотели быть мейнстримом? Ну я, мейнстрим это когда ты зарабатываешь там не сотни рублей, а сотни тысяч рублей, да, так сказать, и твои музыканты могут себе позволить не работать на каких-то других работах еще, да, так сказать, вкупе. Вот, вот, и независимо от жанра, да, там, брицаешь ты или громко на гитаре, да, или выступаешь под электропом, вот, ты становишься мейнстримом, когда у тебя заработки там повышаются кратно. Я хотел бы, да, хотел бы. Есть такие амбиции. Вот, вас сравнивают часто ваше творчество еще с творчеством группы Ленинград. Вы, вот, вместе используете сарказм, обсмеиваете какие-то... Ненормативную лексику добавляют. И ненормативную лексику. Ну, на самом деле, если вот так копаться в истории, в дискографии Бахкомпота, то из вот этого вот шрева, вот этого, вышло много чего, да, ты скажем, там, ненормативную лексику я использовал там на первом альбоме, да, так сказать, потом я понял, что мне интереснее заменять коренные вот эти ржаные слова эвфемизмами. Ну, это гораздо как-то изящнее и поэтичнее получается. Вот, например, потом, скажем, ну, не я придумал, кто-то заметил, что Король Ишут вот с их сказками для недолюбленных, для недоласканных детей вышел там из таких песен, как, там, Дьявольская меса, там, Бухгалтер Иванов, там, Хуанита, вот это все. Находят. Ну, то есть, как бы, видимо, вехи какие-то были расставлены, зерна брошены, потом проросло. Вот, ну, это так всегда бывает. Чужие хищники, они через человеческую плоть прорываются, а человек лежит вот так, а? Где мой воздух? А вопрос-то хороший, а вы со Шнуровым знакомы? Ну, так, шапошно, были знакомы, когда он только-только начинал, мне дико понравился его первый альбом «Мат без электричества», «Дачники» уже, так, это как-то, такой сплошной, разором, ничего не слышно уже было. Вот, и, ну, как-то вот тогда, там, что-то познакомились, общались. Ну, творческие, творческие не общались, но общались. Ну, они не творческие, так-то, что-то какие-то посидели. А нет такой ревности, что, в общем, как бы, человек на этой же теме, а коммерчески очень удачно все было. Ревность – это, когда не понимаешь, от чего это все происходит. А я прекрасно понимаю, да, что для успешности артиста, да, он либо должен быть сам таким хватким губчиной, да, директором самого себя, либо иметь людей в окружении постоянно таких. Вот, думаю, Шнурова, например, это была жена Света, вот она такая. Как говорят про жену Бакарчука, пулька, пулька, вот она такая, пулька. Вот, и как бы, так сказать, старт вот этому всему дала она, да, я медийную сферу имею в виду, радио, и все такое, там, загрызла Мишу Козырьев, значит, делала Шнурова, ну, вот, рядом со мной таких людей не оказывалось никогда. Поэтому то, что происходит со мной с Баккомпотом, это не благодаря, а вопреки, да, ну, наверное, там, какая-то сила слова, там, и... А почему мне никто не предлагал продюсерских услуг? Ну, предлагал, но как-то это все, а? Ну, Талманский был, например, да, ну, как-то там поболтались мы два года у него под крылышком, ну, у него, как я сейчас понимаю, не лучшие были годы тогда, что-то потеснили его с позиции, там, отожрали у него, там, утреннее шоу на Первом канале, да, в общем, ну, еще, короче, короче, что, у него было 19 проектов, не помню, кто из наших артистов сказал, по-моему, Овсиенко, если кто помнит такую, да, ну, что такое продюсер, ну, кто у нас продюсер? Продюсер – это тот, у кого хотя бы каждый второй проект выстреливает, да, а когда у тебя 20-30 проектов, да, так сказать, выстреливают, ну, может, ты продюсер, а может, ты говно, ну, не знаю. Кстати, в этой студии нам рассказывал Талманский, что он в свое время, по его собственному выражению, эта цитата, просрал группу «Ленинград», потому что он не оценил этот потенциал. Ну, он просрал группу «Бахкомпот», в общем-то, когда мы… Так, он же предлагал тогда, значит… Ну, не совсем так, нет, там была девочка такая, директриса, она сейчас на радио «Эхима», ну, «Бахкомпот», так условно говоря, там, вот, она прогрызла к нему путь, ну, и как-то, а вот есть такой вот, ну, давайте, давайте. В результате, ну, я там старался, делал все, мне не нужна была студия, у нас, как бы, есть прекрасная дружеская студия, и была тогда в Украине, вот, и я там мог писаться. Но он, значит, дал студию, там, свою, в которой мы должны были в какое-то ночное время, неудобные для всех раз в месяц писаться, вот, потом я с товарищами съездил в Юго-Восточную Азию, снял там прекрасный клип на одну из песен с того альбома «Requiem» называется, вот, и все такой, принес уже, ну, Саш, ну, давай, хоть что-нибудь делай, делай уже, но такие продюсеры у нас. Грустная тема. Да, да. Наташа задаст свой последний на сегодня вопрос, потом у нас произойдет смена караула ведущих. Наташа. Скажите, у нас еще в гостях был ваш коллега Александр Вулых, и он сказал, что он считает вас прародителем Ленинграда и всех подобных групп. В общем, по панковскому направлению российского. Я думаю, что в предыдущем абзаце мы уже ответили на этот вопрос, да, то, что я наметил, да, хотя тема спорная, да, я думаю, что вот в области использования нормативной лексики как художественного приема, самая главная у нас группа сектор газа, да, просто в 80-е, начале 90-х у нас основной потребитель музла был такой народ поселковый, да, то есть в сапогах таких, в кирзе по грязи, значит, а потом, ну, как-то вот это самое активное народонаселение переместилось в пригороды, и тут уже, значит, шнур нашел какой-то другой музыкальный ключик, в принципе, да, к похожему, к похожему текстованию. Я представляю Вадим, ну, еще соведущую на сегодняшнюю, Евгения Куль, они вместе с Наташей в одной группе учатся в институте Осталькино, где я преподаю, и она задаст вопрос. У меня такой вопрос. Вы производите впечатление хулигана, забияки, а сами на какой возраст вы себя психоэмоционально ощущаете, на какой, ну, приблизительно хотя бы. Давно перестал задаваться подобным вопросом, да, если еще лет в 10, там, 15 назад мог кокетничать, да, то есть, сердце покрылось плесенью, душа обросла седыми волосами. Да, да, да. Такие фразы вставлять разговор сам. То теперь уже как-то так, ну, ощущаю, ощущаю. На свой возраст или? Ну, что значит свой возраст, да, если, смотря почему мерить по герою нашего времени, Лермонтова, да? По себе. По персонажам Диккенса, там, по Дмитрию Анатольевичу Медведеву, не знаю, но на фоне Дмитрия Анатольевича Медведева я просто, да, такой шилишпер, да, пацанчик, да, так сказать, и вот, но, хотя он моложе меня, да, моложе. А как танцует? Он же замечательно танцует. Я не видел. Не видел. Не видел. Я кину ссылку, потому что... Я ничего ссылка, я вживую. Под American Boy. Джей, я это просто... Димон сожжет. Сожжет, да? Ну, а Ельцин как жжет в свое время. Мне просто очень понравилась ваша песня «Тело». И вот у меня возник вопрос. Тело? Тело, да. Когда она была написана? Вообще, когда эти мысли возникли... Может, у нее есть какое-то другое название официальное? Про то, что хочется, не хочется надевать это тело, свое тело. Не надевать тело, а надевать его на себя. Не помните этой песни? Не помню. Чудная. Чудная такая песня. Она в любви. Жалко. Ну, ладно, не важно. Все мольер, как говорила Жан-Батис Мольер, когда его упрекали в плагиате, его раз вину. Я беру мое добро там, где оно лежит. Пусть это будет моя песня. Хорошо. Это 100% ваша песня? Однозначно. Еще такой вопрос. Взрослый человек, день рождения через два дня. И мне кажется, что, скорее всего, так как вы вообще нестандартно смотрите на жизнь, на многие вещи, на отношения, на проблемы, вы же философствуете по поводу политики в том числе. Как вы думаете, а вот почему Бог ушел из Украины и зачем? Потому что Украина, по моему мнению, по мнению человека, которого бабушка в России обучала украинскому языку. Да, 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 да. Ваша бабушка. Как вы сказали, на свою голову научили. На свою голову, да, потому что на Восточной Украине тогда знали украинский язык, а люди в селах Винницкой области, где преподавала моя бабушка, они говорили на каком-то таком недоязыке, да, так сказать, сужики. Ну, не совсем сужик, диалект, скорее, да. Сужик – это все-таки такое городское поселковое явление, это ближе туда, к Новороссии. Вот. А где-то, как диалекти польдауские, которые любят там иногда щеголять в песнях скрипкой, там, я не сдамся весь бою. Да, 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 они так утрируют эту польдаускую мову. Наши танинские знали украинский, да, и моя бабушка, живя в России уже там с моими родителями, она выписывала украинский журнал. Мне было интересно, она говорит, я читал «Кобзаря», вот все так же, вот так это все. Ну, вот у меня в крови это, да, так сказать, и… То есть у вас нет никаких комплексов по этому поводу? Нет, нет, да, но я считаю, что… Органично себя ощущаете? Украина, да, так сказать, Украина, может быть, за исключением Галичины, бог с ними, да, так сказать, пусть и самостийность у них будет. Это Россия, да, я не разделяю эту, да, мне кажется, что граница – это измышление сатаны вот между Белоруссией и Украиной России. Так я считаю. То есть от комплексов? От каких комплексов? Ну, от того, что они на краю, да? Ну, они, опять же, это явление очень разное. Как можно сказать про россиян «они», да, так сказать, поставив рядом меня и, скажем, там, Шендеровича с Быковым, да? Вот, ну, ладно, давайте как-нибудь великоросса возьмем. Ну, того же Орлушу, да, так сказать, Елисеева имя. Ну, мы разные, мы разные, понимаете? Так же на Украине разные, да? Есть люди, у которых, в котором вдолбили, да, за 25 лет вот эти долбежки «Голодомор», «Голодомор», им вдолбили, что Россия – это зло, и они такие все отдельные. А зачем? А зачем ушел Бог? Тогда другой вопрос. Зачем? Как вы думаете, зачем? Бог живет аллегорию, да, так сказать, не… А если допускать, допускать эту аллегорию… Есть какая-то версия. Зачем? Ну, для того, чтобы нас, нас здесь как-то охладить, показать, что было бы, если бы победила «Болотная», вот так вот. А было бы гораздо, гораздо интереснее… То есть это для нас? И кровавичем там. Да, это вот, да, так сказать, нас Бог бережет здесь. Такое разделение. Спасибо. А еще мне интересно, а где вы любите отдыхать и как? Какой вы отдых предпочитаете? Респектательный, походный? А как вы расслабляетесь? Ну, вообще, чего получаете удовольствие? Я не напрягаюсь. Я отдыхаю всегда и везде. Я отдыхаю, когда сочиняю, да, и отдыхаю, когда я эпитирую с музыкантом. У меня помимо «Бах Компота» еще есть два параллельных проекта. Вот один акустический с крымскими ребятами, крымско-московский уже такой трио смешное с контрабасом, там всякими прибамбасами, бурлеск-оркестр. Вот, я с ними часто выступаю. Вот есть у меня проект «Бедлам капелла», где я пою романсы под рояль и балалайку. Как-то вот так вот. То есть работой отдыхаете? Ну, я ненавижу называть это работой. Ну, хобби, понятно. Я всегда, я ненавижу музыкантов, как бы музыкантов, да, коллег по цеху, которые, а работа есть? А работа есть? Я говорю, какая это работа, чувак, это не работа, это же счастье всей твоей жизни. Какая работа? Вы говорите о том, что вы не воспринимаете себя как музыкант, я не знаю, как поэт, да или нет. Мне почему-то кажется, что вы публицист, как будто не составившийся журналист, ведете как с места событий свои репортажи. Ну, и то, и другое, и третье, да, то есть почему Пушкину и Лермонтову можно было написать «Полтовое Бородино», да, а мне нельзя писать «Одонецке». Наоборот. Кстати, вот Евгения подвела к интересной теме. Пост в Фейсбуке недавний, ответ на наезд какого-то бывшего сокурсника по Лид-институту, из которого явствует, что Степан Солов в Лид-институте, а, девушками не интересовался. Не интересовался, да. Они только им интересовались, да? Это смешно. Да, это реально выслушиваю. И, б, в общем, что-то такое обидное было прям. Ну, что отличником был. А почему? Потому что девушками не интересовался. Да. Что это было? Ну, это такая, как это... Что это за сокурсник, во-первых? Я не знаю, да, так сказать. Я могу только предполагать. И мы, ну, то есть, мне сказали, мне донесли, да. Я слышал эту фамилию, но он не сокурсник вообще. Я не знаю там откуда. Лид-институт вообще заведенится маленькая. Там на всем дневном отделении от силы 220 человек обучается. Вот, я человека, псевдоним, который мне раскрыли, не знаю. Он, оказывается, возглавляет это почтенное издание теперь. Который? Ну, ему надо было запомнить, ну, наверное, какая-то обида сквозит. Но лично это обида или общественная, или какая-то вещь. Мы не знакомы. Я не знаю, я не знаю этого человека, да. Чем я ему так? У меня еще такой вопрос. Вот со своими приятелями, друзьями, вот в связи с ситуацией, которая произошла с Крымом, с Украиной, с санкциями и так далее. Вот кто-то из них вас разочаровал, ну, в том смысле, что, знаете, люди начинают проявлять, давать какую-то яркую реакцию на события. И вы видите, что степень их зрелости или там осознанности не совпадает с вашей. Вот среди вашего близкого окружения появились такие оппоненты? Нет, ну, скажем так, вот человек, которым мы ездим в ДНР, выступал уже три раза, да, мой бывший аккордеонист Леонид Зинковский такой. Вот он так, с одной стороны, он вошь полезный, с другой стороны, он такой оголтелый ватник хуже какого-то замайданника какого-то. Все время матами там поливают. Украину? Политику Украины? Ну, там, нет, ну, как бы, Украину, да, сказать, ну, все, что связано с донецкими событиями и так далее. То есть, переходят какие-то границы. Я понимаю, что иногда их не переходить, и бывает сложно, но вот эта вот оголтелость, помноженная на бытлизм, да, вот она мне не нравится, хотя мы по одну сторону баррикадруем. Да, да, понятно. А что такое быть лицом? То есть, хочется интеллигент нам все равно, да? Какой-то вот, ну, быть лицом, ну, как бы, когда, когда на какую-то вполне вменяемую фразу, да, отличного от твоего мировоззрения, да, посылается человек матами, да, но не аргументируем, ну, вот это, ну, что? Все-таки вот тема общения с журналистами, помимо этой публикации в «Независимой газете», что обидного, и когда писали или говорили в прессе о Степанцове? Ну, к этому надо было подготовиться, так на вскидку я не помню. То есть, значит, ничего обидного? Нет, 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 я просто память такая избирательная, я хорошее помню, а плохое как-то так это все погребается под пеплом веков. Что самое хорошее писали или говорили в Степанцове? Хорошее писали, ой, был такой журнал «Музыкальный Олимп», вот, и это было в начале 90-х, во время, там, нищеты, отсутствия лампочек на улицах Лосквы. Был некий фестиваль, такой рок-н-ролльный, тогда еще ДКМГУ, который сейчас Храм Святой Татьяны, ну, наверное, вам как журналистам это место известно, ну, прям, почти что, наискосок от Кремля. Вот, и там какой-то проводился рок-фестиваль, кого-то там только не было, и Чача с наивом тогдашним, Скляр, там еще какие-то, значит, ну, бах-композы, и Крендель, такой, я не помню его фамилию, в бороде, все, брал у меня интервью между, там, бесконечно пьянкой за кулисами. Интервью было отлично, классно, я помню, там был такой ключевой момент, ну, не ключевой, может, ну, по политике ключевой. Он меня допытывал, в чем разница между, между восстанием, там, августом 91-го и октябрем 93-го, да, так сказать. Ну, вдруг еще октября 93-го не было. Вот, я просто сказал, что если случится что-то такое подобное, да, ведущая, там, к дальнейшему развалу в Эрефии, как Советского Союза, мне придется этих защищать. И тут, значит, через месяц буквально, Ёлкин по Белому дому шарах, я думаю, опаньки, вот это Борис Николаевич дал, да, ну, молодец, молодец, не горбатый. Вот, ну, как бы, так, чуть-чуть зауважал я после этого россиянские власти тогдашние. То есть, миротворец, по сути. Да нет, ну, просто бунтовщиков. Топтать, сжечь и вешать. Я так считаю, правитель, правитель для этого и предназначен, да, чтобы народ держать в руках, потому что народу волю давать, особенно, да, так сказать, особенно, там, Каким-то, понимающим последствиям. Украинскому, там, российскому, российско-чеченскому. Нельзя, нельзя. Ну, не готовы мы к этому еще. Мы не готовы. Народ не готов. Мы не готовы к какому-то другому. А, ну, чехословацкому народу можно, потому что, когда словаки потребовали независимости, чехи мирно отдихлились от них. Им всем есть что терять. Они осознают. Ну, как же, ну, вот эти были готовы, да. Так что же сказал, что... А Россия к этому не готова, не готова. И Украина к этому не готова. Мы еще пока не знаем, как, каким они последствиям. Ну, почему не готовы? У нас же отошли все союзные республики. Нет, ну, отошли, отошли, да. Но это... Для суверенитета ельцин. У меня сейчас в квартире живет мой товарищ, да. Вот, так они с семьей бежали из Таджикистана. Как они отошли? Где-то, где-то с малой кровью, а где-то с очень большой. Кровь русских Таджикистана и кровь русских Чечни, которая проливалась еще до распада Советского Союза. Там был страшный геноцид, который до сих пор запрещено освещать. Вот, она же, она же никуда не делась, да. То, что мы, многие из нас об этом не знают, непричастны, да, мимо которых людские судьбы не проходили, вот, люди оттуда, это же не говорит о том, что этого не было. Это было. Это все было, и была богинская резня была. И боги, да, да. В 90-х годах. Мы же немирно это все происходило. И если будет эрефия распадаться, это будет ох, как немирно. Ох, как кроваво. Тогда, может быть, надо не держать, как ты говоришь, народ, электорат, людям что-то пытаться объяснять. Песни, пожалуйста, стихи для этого. Мы пытаемся и объясняем, да, ну, как-то в меру своих скромных сил поэтических. А много единомышленников, с вашей точки зрения? Много у вас единомышленников, которые чувствуют, как вы? Ну, и как бы… Ну, смотря где, в народе 86%, в фейсбуке 10. А, а близких друзей? Не, ну, у меня друзья в основном такие и остались. Такие и остались. Ну, есть коллеги, которые достаточно приятные в общении, и без этих вот закидонов, быдлополитических, с другой стороны баррикад. Например, вот у нас концерты 10-го числа, вот сейчас в этом праздничном, Сережа Мазаев будет выступать. Я так долгое время думал, что он ватник, он вообще не ватник, наоборот. Ну, не важно, вот, ну, как бы человек, он адекватный, приятный и музыкант, классный, в отличие от меня грешного. Вот, я только притворяюсь. Вот, кстати, можно я спрошу, я вспомнила, меня очень заинтересовал такой вопрос. Вот вы много критикуете, много, ну, такой стёб в стихах. Кого я критикую? Ну, отношения, женщин, женщин, друзей, которые связаны с вашими женщинами и так далее. И женщин не критикую. Ну, иногда смеюсь. Отношения. Вы себя считаете безгрешным. То есть, над собой тоже точно так же… Конечно, конечно. Само иронии это… А много грешите вообще, грешили по жизни? Без нейронии невозможно. Нет, а вообще себе позволяете идти, ну, не знаю, против совести как-то, ну, хулиганить там? Ну, почему? Мне… Ну, как сказать, да? По честному. Вот, например, мне давеча предложили написать хвалебную оду Саби. Ну, не то чтобы оду, да? Стихотворение, значит, прославляющее за пянинский снос ларьков. Но я-то за снос ларьков. Ага, я ж не могу врать. Я же, да, так сказать, ну, как бы, мне предложили, а я и так типа хотел, но только посыла не было. Тут раз посыл, еще и гонораж отплатили. Это я против совести пошел? Нет. Это то, что… Ну, нормально, да. Нет, а я имею в виду другие вещи. Вот, других критикую, а сам святой? Нет, конечно. Нет? Ну, в каком смысле святой? Ну, не знаю… Как говорил мой бывший коллега по ордену Куртуазных Магеистов, автор песни «Как упоительный в России вечера» Виктор Пелениагра. Вот. Он никому не делал в жизни больно. Одной лишь девочке, и та была довольна. Понятно. Ну, то есть вот из этой оперы. Да. Угу. Спасибо. Еще вопрос. А в еде вы избирательны? Вы считаете себя гурманом? Или вы всеяден? Ну, как сказать. Все жанры хороши, кроме скучного. Также и с гастрономией. Да. Я вот сейчас, идущи сюда, по дороге от метро, я нашел какую-то татарскую забегаловку с вкусными пирожками. Я их и ел, и просто таял от удовольствия. Да. Скажем, вчера я зашел у себя на Красносельской, там, в лагманную тоже забегаловку. Такой лагман в дорогущем ресторане «Бухара» редко покушаешь, на самом деле. Да. Хотя все просто, да. Что там лагман? Ну, скажем, фуа-гру я сам могу приготовить. Или какой-нибудь там гребешки на подушке из яблок и шпината. Ну, вот, могу. Вкусно. Короче, вы любите вкусно жить. Но татарский пирожок мне вкуснее. Очень, что вот демократично мы общественным транспортом пользуемся. А вот в метро едет Степанцов. Он не отцифровывает, автографа не просит, вопросы не задают. Когда народ не толпится, да, когда более-менее пусто выходные, там, или вечер, вот, тогда обращают внимание, особенно обращают внимание, когда рядом какой-нибудь волосатый мужик или симпатичная девушка. Вот тогда, да, фокусируется. Я заметил такой эффект удвоения, да. Ага. Вот. Когда просто так, иногда узнают, иногда нет. Ну, опять же, я же не очень медийное лицо, да. То есть медийное, но на уровне, да, на уровне, где-то я этого мужика видел. Простите, а вы кто? Вот на таком уровне, да. Юрий Анатольев? Или его сын? На 10 секунд осталось до конца эфира. Значит, просто надо приходить почаще, а не только перед концертом, когда зовут, потому что, скажу, нашим слушающим зрителям, Степанцов это звал. Я давно. Так летом-то я на даче в Трустую область, там грибы, ягоды. Как я одних одарываю? Хорошо. Загадывай желание, ты между двух, Евгений, поэтому я думаю, что желание будет, чтобы состоялся хорошо. Ну, чтобы у нас аншлаг был в субботу на концерте Бахкомпота. Вам желаем. Дорогие друзья. Такой аншлаг, который был у нас сегодня в эфире. Спасибо. С вами был Вадик Степанцов, эфир Вилья Евгения Додолев, Евгения Куль, Наталья Фадина. До свидания. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова